Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 марта. И я вот продолжаю показывать вам различные способы, которыми я прошлой весной обрабатывала теплицей. Вот хочу показать вам вот этот способ. Он очень вам облегчит труд. Это способ вот с применением вот такого, чем моет машина у меня муж. Очень простой. Советую особенно тем, у кого не очень... Ну, проблемы со здоровьем бывает. Болит спина или там больные суставы. Вот вы понимаете, что мыть каркас, прыгать, бегать, это очень неудобно. Я бы вот таким вот способом перемыла бы не только свои теплицы, но и соседские очень легко. 10 минут и теплица готова. Выбивает со всех вот этих дырочек отовсюду. Посмотрите, некоторые об этом способе даже не догадываются. Я один раз попробовав, влюбилась в него надолго. Единственное, что вот сейчас у нас эти все устройства, они у мужа там прибраны, где-то на втором этаже в гараже, что надо просить, чтобы мне его достали и принесли. Но использовать очень легко. Все. Не буду время ваше терять. Посмотрите, сами увидите. Это еще один из способов обработки теплицы, тем же самым фитоспореном, но ускоренный метод. Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вчера я начала серию видеороликов о различных методах, способах обработки теплицы. Я показала, как я обрабатываю теплицу с помощью брызгалки фитоспореном. И сказала, что если у кого есть приспособление для мойки автомобилей, то оно прекрасно подходит для обработки теплиц. Потому что многие моют свои машины этим устройством, но не знают, что оно может помочь нам весной или осенью обрабатывать теплицу. Раствор, тот же самый фитоспорен, я развожу одну столовую ложку рабочего раствора на ведро, погружаю туда шланг. Вот вчера я сказала, что не смогла завести. Мне муж просто сказал, что когда под напором водопровод, он работает сам, а тут немножко нужно, чтобы вода, ну воздух удалить. И вот сегодня я уже с щеточкой не мучаюсь, а буду промывать вот эти. Быстрее в 10 раз. Ясно, что тут такой напор, что выбивает грязь из всех вот этих металлокомпульсов. Можно думать, что все, 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 и очень хорошо достает потолок. Я вот маленькая, я до потолка просто тряпочкой не могла бы достать, но вы представьте, или тряпочкой протирать вот этот потолок, или брызгалкой, или этим. Вот я сейчас всю теплицу одна за 10 минут обработаю. Промывать после фитоспорена не надо, потом здесь будет конденсат, он весь стечет, фитоспорин туда. И самое главное, делайте упор вот на эти нижние. Потому что здесь очень много всякой плесени, налета, и мы промываем не только из-за того, что грибковые удалить, еще нужно вернуть нам прозрачность поликарбонату, потому что он становится, ну, от этого налета за лето не очень прозрачным. Всего 2-3 ведра, и всю теплицу можно обработать фитоспорином. После этого грунт можете полить фитоспорином, можете полить медным купоросом, можете полить раствором марганцовки, хоть чем. Но вот эта обработка, ускоренная с помощью автомоек таких вот, у нас вот простая, дешевая какая-то, китайская, подходят любые. Она очень облегчит ваш труд. Все, до свидания!